Всем привет, с вами Тома, и в сегодняшнем ролике я хочу закончить серию видео о Кристальной Империи. Я уже закончила этот квест, и сегодня хочу о нем рассказать до конца, и также немножко еще поговорить о Хайлоуине. Сегодня в выходные началась непосредственно акция по празднику, и у нас также есть замечательное предложение в зряльные деньги. Этот поняшек косплеит Джейсона из Пятницы 13-го, и также будет еще один пони, он, наверное, будет в воскресенье тоже в приложении. Я вам ставлю картинку из группы по игре, там тоже еще один поняшек, скорее всего, будет доступен за донат. Их посчитали вот в счетчике, но нам не показывали, где они, и теперь вот понятно, где они, да, собственно говоря. И также сразу вам скажу, что, если кто не знает, сейчас до 2 ноября доступны два кода, скриншоты я сейчас вставлю на экран. Nightmare Night и Nightmare Night MLP по 10 камней каждый до 2 ноября, если кто-то о них еще вдруг не знал. Давайте заберем у Пинки... Нет, жилета она мне не дала, мне не хватает еще одного жилетика до пони последнего, который у колоратуры. Да, кстати, вот Пинки Пай в костюмчике, ну это вы видели в прошлом. Да, стой ты, куда ты? Постой, паровоз. Да, такая вот няша. Кроме непосредственно модного показа, к которому я сейчас еще вернусь, сейчас идет акция касаемо праздника, вот это вот на вагонетку. Здесь приз вообще Готесса, но у меня Готесса есть, поэтому у меня в призах 10 камушков. На мой вкус немножко маловато, взамен на целый пони давать 10 камушков, но с другой стороны, на акцию, где у нас полет, там вообще 8 камушков, поэтому норм, пойдет. 10 камней, также тут было 3 бантика и одна у нас аппарат по лобле яблок, которых у меня уже хватает. Но это я потом докатаюсь, это все не суть. Вот, а также кроме акции, кстати, мне нравится это оформление новое, вот эта вот сама плашечка такая классная, я не помню, что в том году так было. А также у нас, ну у меня скорее всего баннеры не выскочат, но у нас скидки на всяких типа злых пони, ну как злых там, на дискорда, на сумасгриву, шэдоу болтов и так далее. У меня, собственно, только вот эти вот пони, потому что у меня их нет. И скидка, надо сказать, достаточно существенная, 60% скидки это много. Поэтому, если у кого-то вдруг остались камни от, так сказать, модного показа, да, то можно, да, хорошо разжиться поняшками, потому что реально, реально дешево, да, минус 60%. Ну как, дешево по современным меркам, сами понимаете. И почему-то Moondancer, они тоже записали в плохие пони. Почему она в плохих пони, я не знаю, потому что у нее здесь, наверное, злое выражение лица. В общем, такие вот скидки, все это действует у нас до конца Хэллоуина, то есть еще в воскресенье, понедельник и, наверное, все. Хотя сама акция на костюмы у нас еще, ну да, 2 дня 20 часов тоже до конца Хэллоуина. Вот это у нас уже четвертый костюм, я сшила только первые два, Pinky и Rarity, те костюмы, которые я себе конкретно хотела, потому что на все-все костюмы у меня сразу было понятно, что ресурсов банально не хватит, потому что пони, извините, 520 камней, костюм стоит у Applejack 310. И по ресурсам, кстати, в призах тут, если что, тоже камушки, ну, как бы, я не вижу смысла тратить на костюм, допустим, флать камни, чтобы выбить пуговицы, да, в принципе, я могу добить до нужного числа, до 30, но, как бы, во-первых, сам костюм мне нравится не больше того, который у меня сейчас есть, мне как-то вот в этой вандерболтской штуке нравится больше, и, как бы, оно того просто не стоит, поэтому, ну, оставшиеся два костюма Флоттербет, так и назвали, оставшиеся два костюма Дэши в костюме космонавта и Твайлайт в костюме, соответственно, кого там, Гладиатора, Риблинина, не знаю, Легианера, вот, наверное, я, скорее всего, буду шить, только если будет какой-то реально стоящий приз, там, не 10 камней, реально что-то уникальное, чего у меня нет, если ничего такого уникального не будет, я, наверное, даже и не буду на это еще заморачиваться, потому что, ну, реально коллекция какая-то получилась достаточно дорогая по моим меркам, да, наверное, приближается к самым дорогим коллекциям, которые были в модном показе, поэтому общая сумма пони будет, конечно, просто заоблачной на самом деле, и, кстати, где у меня Рерити ходит, где-то она ходит, ну, пинки я вам показала, еще где-то у меня Рерка ходит в своем русалочьем костюме, забавная тоже, что-то я ее не вижу, где она у вас, окей, ладно, меня не перенесли, и давайте, наверное, поговорим о Кристальной Империи, сейчас я туда приду, нет, давайте сначала я покажу вам в Кантерлоте нормального, нормального Сомбру, у нас, получается, два Сомбры, как и две Винил Скретч, один Сомбра живет в Кантерлоте, он никуда не делся, тот Сомбра, которого раздавали у нас, да, вот, кстати, вот такого скрешотика у меня нет, Фоттербет, который я не буду шить, тот Сомбра, которого нам раздавали по какому-то коду, не коду, просто с каким-то обновлением нам его всем бесплатно давали, вот он обычный, Сомбра, не кристальный, вот он он, что-то повернулся, повернулся нам, крупом, повернись нормально, вот, ну, короче, он такой вот, нормально, ходит как принцесса, дает кристаллы, описание, единорог является бывшим тираном-правителем Кристальной Империи, он обладает темной магией, его сумасшедший смех и зеленые глаза способны напугать любого, любого напугать способны, и такой же у нас теперь живет в Кристальной Империи, давайте поедем туда, то есть их получается как бы два, и в счетчике их, они считаются за отдельных пони, то есть у нас два пони считаются в счетчик, так, то есть те, кто не имел раньше вот этого Сомбру обычного, я, честно говоря, не знаю, как его можно будет еще где-то получить, если есть уже Кристальный, как-то странно на мой вкус, на мой взгляд, получилось, вот она Рерка в костюме русалочки, фэбилос, и вот он же Сомбра, Кристальный, он точно такой же, как тот, если винил у нас отличалась по дизайну, то этот пони у нас точно, смотрите, он пришел познакомиться с Рерити, он точно такой же, как тот, но полупрозрачный, как и все остальные пони, не, серьезно, что он, что-то к линиях Рерити подбивать пришел, Рерка такая, да, да, на меня обратили внимание, у меня самый классный костюм, и ушла, давайте про него почитаем, то же самое, надпись совершенно та же самая, но домик у него здесь другой, и он пролетает сразу с пятью звездами, я назначила его в магазин подков, то есть он у нас неиграбельный, вот такой классный вальяжный понь, а вот его домик, особенно мне понравилось, он когда пролетал, такие овечки возле него прыгают, он такой стоит, смотрит на этих овечек, и такие, да, да, злой Сомбра пролетел, давайте я вам расскажу про квестовую линейку, которая у нас, последняя часть которой оставалась, в прошлом видео, которое у нас было по Кристальной Империи, я рассказывала про Кристальную Ярмарку, и у нас там было два общих этапа больших, кроме начальных заданий, после окончания этапа, и там у нас три задания пропустила за камни, вставлю вам скриншотики, у нас начинается диалог о Кристальном Сердце, что мы нашли Кристальное Сердце, там с темными кристаллами, ля-ля-ля, и давайте, значит, его добывать, квест разрядить обстановку, надо убрать пять малых черных кристалла, и поставить три малых красных кристалла вместо них, очевидно, и три больших кристальных куста посадить, а потом, после этого диалога, после этого задания идет еще один небольшой диалог, где присоединяется Сомбра с криками «Ар-ар-ар» или что-то такое, и начинается квест «Кристальный отсчет». Надо убрать пять средних черных кристаллов, посадить одни маленькие синие и четыре маленьких красных кристальных куста. Вот, после этого квест опять начинается диалог с Сомброй, там такая интересная система, и там уже начинается, например, то, что там спайк, ты должен отнести это кристальное сердце, и все в таком духе. Начинается квест «Спайк против Сомбры». Надо убрать два больших черных кристалла, разместить один большой, один... Господи, один большой красный и один большой синий кристаллы. Вообще пропуск этих... Размещение кристаллов по два камня, сами кристаллы стоят по пять камней, поэтому я все-таки решила себе по одной штуке купить, потому что когда пропуск фактически половина стоимости, мне кажется, уж проще купить. Не та сумма, что называется. Вот. И после этого диалога сразу... После этого квеста идет сразу следующее. Сердце Империи надо поставить кристальное сердце. Соответственно, оно у меня уже было. Потом начинается снова диалог про то, что смотрите, кристальное сердце вернулось, там все, короче, супер, и давайте, значит, заряжать это сердце. Твайлайт говорит, что надо, значит, чтобы поняшки веселились, чтобы они смогли зарядить сердце своей дружбомагии, очевидно. И последний этап. Еще шесть квестов, опять, от каждой пони из главной шестерки. Квест Эппл Джек. Несломленный. Надо три раза расчистить тучи, то есть поднять уровень поняшки, да, и три раза сыграть в сбор яблок. Квест Твайлайт. Все до одного. Надо три раза сыграть в телескоп и пять раз прокатиться в шахте. Квест Рейнбоу Дэш. Вместе мы сила. Два раза сыграть в мячик и четыре кристальных фонаря поставить. Квест Рерити. Империя не одинока. Поставить три дорожных знака и отослать три подарка друзьям. Ну, все это, естественно, можно пропустить за камни, если у кого-то друзей нет. Квест Пинки. Больше веселья. Три раза сыграть в шарики в любые и пять раз в танцы. И последний квест Флоттершай. Всем добра. Надо поднять Джевелл Джой до двух звезд и нажать на пони 30 раз, чтобы они развеселились. Ну, и все эти квесты выскакивают параллельно, и нам фактически надо поднять уровень у трах поняшек, да, прокачивая с ними все мини-игр, да, и вот то посадить, там посадить, сыграть в шахту, сыграть в танцы. Все это делается, в принципе, достаточно быстро, даже фактически за один день. И потом у нас идет финальный диалог, в котором там, о, там, короче, все, империя свободна. Шанин говорит, типа, сестренка, молодец, ну, короче, хватит спасать мой хвост, а то, значит, я некрасиво выгляжу, да, там искорка такая, ха-ха-ха, Твайлайт, да. Вот, и нам дают Сомбру, он появляется в инвентаре, после чего его домик строится еще там чуть меньше 23 часов. Все, квест окончен. В целом я могу по квесту сказать, что самый затык у меня был с кристаллами магии, смотрите, как теперь Сомбрыч общается с библиотекаршей, она на ножку поставила, какая милая. Самый затык был с квестами на кристаллы магии, их, наверное, проще сразу пропускать, и квесты, которые вот выбить нужный декор в шариках, мне тоже, честно говоря, не очень понравились, в плане того, что это очень рандомно и случайно. Что вы там делаете, старые? Не скажу, какое слово. В общем, это все очень рандомно, у меня, допустим, не выпадали эти несчастные ларек, эплджек и палочка эта карамельная, после того, как я пропустила за камни эти задания, они уже мне успели выпасть после этого. Короче, все это очень спорно, но в целом линейка вполне проходима, то есть не было, как в квесте, допустим, на колоратуру, таких вот затыков, когда надо ждать там по нескольку просто недель фактически, как вот с микрофонами, с жетонами, да, и без возможности пропустить. Нет, тут такой подставы не было, в принципе, линейка проходит, проходится достаточно быстро. Ну, вот фактически у нас прошел месяц с выхода обновления, да, и если вы не жалеете камни на пропуск задания, все это можно быстренько вообще прощелкать фактически. Вот, ну и сами задания не то, чтобы сложные. Короче, я думаю, что квест на Кристальную Империю скорее удался, все, в принципе, нормально. Сама Империя очень милая, няшная, в общем, очень мне нравится в период Хэллоуина, так точно. И, да, все вот эти Хэллоуинские декорации, они у нас будут, кстати, флаг тоже с мышкой, они у нас будут на период Хэллоуина, может быть, еще там недельку, максимум две после, потом это все, естественно, уберется, и там уже до зимы. А также, скорее всего, в ближайшее время я не буду больше снимать видео, потому что до следующего обновления, которое, ну, наверное, будет уже где-то, не знаю, когда обычно, сейчас между обновлениями месяца два проходит, вот, до него, скорее всего, просто как бы, если будут какие-то только суперинтересные акции, хотя вряд ли, да, то есть, когда в следующий раз я буду снимать по игре, я не знаю про Хэллоуин, в принципе, мне тут рассказывать больше особо нечего. Костюмы я, очевидно, ну, понятное дело, полностью не соберу, ни один, ни второй, на этих вот, на пони волшебную и на поняшку, которая у нас блестяшка, вот, может быть, кого-то еще сошью, но вряд ли, вряд ли, честно. Из коллекции вот у меня единственное еще остался несобранный пони, который этот самый, на колоратуру шестой, и все, больше, как бы, ничего такого уникального, скорее всего, в игре происходить не будет и даже, не знаю, будем ждать следующего обновления тогда. Вот, по поводу всяких кодов и так далее, на всякий случай, еще раз напоминаю, что есть они в социальных аккаунтах разработчиков, в группе их в фейсбуке, на инстаграме, ссылочки вы можете найти под моими видео, где есть упоминания о кодах, вот, так что следите за ними там, и будем тогда ждать какого-то нового интересного контента, Рождества, Рождественский скидок, возможно, будут новые костюмчики, опять-таки, на Рождество, потому что у нас появилась новая серия в этом шестом сезоне, да, как раз про Рождественские все эти приключения, может быть, нам добавят и Старлайт в костюмы, раз они вот начали добавлять Эппл Блум, там, Свети Белль, Биг Макинтоша и так далее. И да, кстати, хочу еще пояснить по поводу костюмов, то, походу, дело не все поняли, когда мы, вот, допустим, надеваем костюм, надеваем костюм на поняшку, мы его должны сначала сшить из вот этих материалов, да, а потом только надеть за деньги, мы не можем его просто надеть за деньги, он не наденется, пока он не сшит, так что эта сумма, это не то, что мы его можем купить за эти деньги, нет, это не то обозначает, то, что были несколько комментариев, которые не поняли этот момент, вот, так что нет, ну, что мы тут, надо все материалы, 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 причем материалов за одиночные акции дают не только чтобы много, а костюмы в этот раз реально какие-то дорогие, но я думаю, что те люди, которые запасливые, смогут все-таки что-то себе собрать, так что увидимся тогда в следующих роликах по этой игре, но я, честно говоря, не знаю когда, а это видео, надеюсь, было вам интересно и полезно, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, с вами была Тома, пока!